Знаете, у меня был преподаватель, один из моих самых любимых преподавателей, и как-то у нас был экзамен. Экзамен письменный. Мы сдаем этот экзамен, и, собственно, через какое-то время преподаватель говорит, так, все теперь, кто хочет получить тройку, давайте идите, у меня времени мало, приносите свои зачетки, тройку ставлю сейчас, а вот те, у кого четверки и пятерки, вот сейчас я над ними поиздеваюсь по полной программе. Ну и там большая часть аудитории пришла, а предмет был самый сложный, я помню, там какой-то матанализ. Получили все тройки, ушли, как бы, он говорит, ну, ребята, давайте готовьтесь, сейчас я вас всех тут буду спрашивать, времени у меня теперь много, троечники ушли, сейчас я теперь времени на каждого потрачу столько, сколько нужно, не переживайте, не спешите, там, готовьтесь, хорошо. Проходит еще 15 минут, он говорит, так, знаете, у меня у тещи день рождения сегодня, давайте, наверное, четверочников тоже отпущу сейчас, пускай, наверное, найдут. А вот отличников, я сейчас вот всех, кто там отличники, как бы сейчас я вот сейчас полностью над вами подозреваюсь, там, вот у меня останется там сколько там человек, ну, четверочники быстренько пришли, как бы там осталось там 5 человек, я среди их пятеров думаю, уже, ну, уже, как бы, я пришел, что ж, зря сюда, буду до последнего теперь буду учить и сдавать. Ну, и те ушли все, проходит еще 5 минут, говорят, ладно, ребята, давайте быстренько зачетки, я вам сейчас пятерочки поставлю, я знаю, что, кроме как студент, никто не знает, на какую оценку он, как бы, заслуживает. Вот, вот, на самом деле, вот этот, в управлении талантами самое главное правило, никто не знает талант, только талант знает, насколько далеко он готов пойти и насколько далеко он готов развиваться. Задача моя, как главного координатора, помочь вам пройти свой путь и дать вам все необходимое, чтобы этот путь могли пройти. Сегодня поговорим на три темы, то есть, как развиваться в условиях неопределенности и причем есть вукомеры. Кто-то слышал про вукомеры? Ага, супер. Почему DataArt профессиональное развитие – это сервис, но я, забегая вперед, немножко рассказал, да, собственно, вы теперь уже видите, да, почему это сервис. И что у нас, собственно, в DataArt есть для того, чтобы коллеги профессионально могли развиваться. Ну, перед этим маленькое сделаем вступление, чтобы легче было понимать, почему вообще этой проблемой озаботились, немножко про компанию еще раз скажу. Я думаю, что многие слышали уже, кто-то, может, не слышал. Мы, компания, достаточно взрослые, надо подправить, 22 года нам буквально 4 числа исполнилось. У нас более 2800 специалистов в компании, мы находимся в 20 городах, в 10 странах, больше чем 3500 проекта у нас и годовой оборот более 140 миллионов долларов. То есть все это нас привело к тому, что мы, собственно, ну, большая компания, у нас много возможностей, нужно людям помогать находить эти возможности и реализовывать себя. И, собственно, почему ВУКО? Кто знает, откуда термин первый раз пошел? Первый раз термин ВУКО «Миры», собственно, он встретился в американской армии. Почему? Потому что цели и задачи, которые решают солдаты, ну, или там военные, они часто, собственно, находятся в ситуации, когда они не понимают ничего о ситуации, у них нет информации, разведданные не готовы или они, как бы, неоднозначные или непонятные. Они не могут предвидеть будущее, то есть даже разведданные, которые есть, они о чем? Они о том, что было вчера, да, ну, или что сейчас. А что будет завтра, это, ну, не гарантирует, что статистические данные помогут вам правильно предвидеть будущее. Даже если вы перехватите какой-нибудь пакет, и в этом пакете будет написано, что завтра мы идем туда-то. Это ничего не значит. На самом деле профессиональное развитие, ну, и, собственно, ВУКО – это аббревиатура. От volatility, uncertainty, ambiguity and complexity, или сложность, изменяемость, неопределенность, неоднозначность. То есть ситуация в армии, она часто во время военных действий, она неоднозначная, она сложная, она изменяемая, неопределенная. И в профессиональном развитии, особенно в IT, ситуация точно такая же. То есть мы, нам тяжело предвидеть, какие будут технологии завтра популярные, что будет на рынке, что будет востребовано, будет ли вообще этот рынок, какой он будет, мы не знаем, нет этой информации. Сложность развития в новых технологиях, как бы, она очевидна. То есть сейчас, например, там full stack developer – это человек, который должен знать и frontend, и backend, и базы данных. И что будет завтра, опять же, на что туда еще войдет, это никто не знает. Мало того, frontend developer сейчас должен знать столько, что если раньше full stack – это было, ну, как бы, обычное дело, да, full stack, он мог знать, как бы, все необходимое для того, чтобы самому все сделать, то сейчас даже, чтобы быть полноценным frontend developer'ом, к сожалению, не все в состоянии выучить все фреймверки, все подходы и все технологии. Неоднозначность в чем определяется, как вы думаете? Например, full stack developer в одной компании, full stack developer в другой компании – это совершенно разные вещи. Senior, middle в одной компании, senior, middle в другой компании – совершенно разные вещи. То есть названия одинаковые, как бы, да, лейб одинаковые, но под этим делом подразумеваются совершенно разные вещи. То есть, куда развиваться? То есть, как мне стать сеньором? Каким сеньором? Как мне стать full stack developer'ом? Что такое full stack developer? Что такое frontend developer? Что я должен знать, чтобы стать frontend developer'ом? Ну и, собственно, изменяемость. То есть, мы пока шли-шли, мы уже поняли, как бы, да, вот уже, что такое full stack developer, что такое senior. Я уже, как бы, ладно, разобрался всеми этими технологиями, разобрался, что такое senior, что такое middle, как бы, да, in general. И я уже на полпути, а ситуация на рынке поменялась. И full stack developer уже не то, что было вчера. Или frontend developer уже не то, что было вчера. Или никому не нужен уже full stack developer. Вышла новая методология, новый способ разработки программного обеспечения. И весь тот опыт, который багаж знаний у меня был до этого, как бы, он, как бы, уже обесценился. То есть, надо по-другому все делать. Другие методологии, другие подходы. Вот, собственно, поэтому VUCA, и почему, и, собственно, мы, и я сейчас рассказываю вам, да, профессиональное развитие через призму VUCA миров. Ну, немножко, а еще самое главное, опять же, что сложность в чем? Сложность в том, что мы пытаемся решать сразу все эти проблемы одновременно. То есть, пока мы пытаемся бороться сразу и с неопределенностью, и с неоднозначностью, и с сложностью, и с изменяемостью, то нам, на самом деле, не только невозможно поберуть эти проблемы, нам трудно даже сделать какой-то шаг вперед. Потому что мы не знаем, где вперед, куда нам идти, в какую сторону. Поэтому нам и не нужно пытаться решать все эти проблемы одновременно. А основная, как бы, хитрость решения проблем в VUCA мерах – это понять, с какой конкретно проблемой мы сейчас боремся, и как мы будем решать эту конкретную проблему, не пытаясь решать все проблемы сразу одновременно. Тоже сейчас делаю маленькое отступление. Кто знает этого человека? Собственно, на самом деле, отступление в чем? Профессиональное развитие, оно все равно нужно не для всех. То есть, оно нужно… Одни сами осознают и говорят, что для меня профессиональное развитие не нужно. Некоторые люди говорят, я хочу больше денег, или кто-то говорит, я хочу делать какие-то полезные вещи. Кто-то говорит, я хочу работать в хорошей команде. Мне все равно, что мы делаем, какие технологии, я хочу работать в хорошей команде. Для кого-то нужен просто уровень власти, на чем угодно. Власть, на самом деле, их бывает три вида власти. Когда говорят, власть, людям кажется, власть – это, знаете, кнут или еще что-то. Власть бывает три вида. То есть, это может быть власть через экспертизу, власть через отношения и власть через роль. То есть, через роль – это я даю приказание, вы выполняете. Через экспертизу я знаю лучше, чем вы. Мы находимся в такой ситуации, что нужно идти за тем, кто больше знает. Иначе мы просто не пойдем туда, когда нужно. И через отношения, то есть, я попросил, и мне сделали. Почему? Потому что у нас есть отношения. То есть, их бывает три власти. И у людей есть потребность власти. Не у всех людей, но у некоторых есть. Есть у некоторых потребность в достижениях. То есть, люди, гоняясь за профессиональным развитием, на самом деле гонятся за новой звездочкой, за новым сертификатом или еще что-то. Но это тоже нормальная мотивация. Неважно, по какой причине что-то вы хотите, главное – это осознавать. И у нас есть тест, который помогает, собственно, людям понять, какая у них мотивация, для них же самих. Потому что, на самом деле, то, как запутываем мы сами для себя наш внутренний мир, никто другой не запутает. Мы лучшие путаники. Этот тест, он помогает вам самим для себя понять, собственно, что же вас мотивирует. И если это профессиональное развитие, как бы, да, вот в этом тесте, видите, зелененький квадратик, столбик и синенький. Зелененький показывает потребность, насколько это важно для вас, а синенький, насколько эта потребность удовлетворена. Если между ними есть разница, то, соответственно, как бы у вас есть недополученная, ну, допустим, здесь потребность в развитии творчества, да, профессиональном развитии. То есть вам необходимо туда вот эту сторону больше вкладывать. Ну, а этот мужчина на этом слайде, он здесь не случайно, у него был очень хороший такой слоган, который мне очень как-то запомнился, я его очень-очень люблю. Он говорит так, занимайтесь любимым делом, и вам никогда не придется работать. Хороший слоган, но есть в нем один маленький подвох. Подвох почему? Потому что этот слоган часто люди понимают не так, как, собственно, не с тем смыслом, который в него вкладывался. Вот как вы думаете, как можно одним словом охарактеризовать вот этих людей на этом слайде? Что они делают? Вот кто они вообще? Как бы вы их назвали? Отлично. Прям с первой попытки. Ничего себе. Первый раз. Никто еще не угадывал прям так. Сто процентов. Это профессионал. А что такое профессионал? Что такое быть профессионалом? Это вот вторая прямо попытка. Да. Ну, смотри, хороший пример. Например, допустим, я умею делать сальто заметно лучше, чем все остальные. Являюсь ли я профессионалом? А если я это делаю просто дома, там, для удовольствия? Ну, и стабильная, и я являюсь профессионалом. Ну, а в чем профессионал? Ну, смотрите, от какого слова профессионал идет, как считаете? А профессия, какой должен быть ключевой фактор, чтобы это было профессией, а не было хобби? То есть, пока ты этим зарабатываешь на жизни, это не профессия, это хобби. И если ты изучаешь что-то ради изучения, это не профессиональное развитие. Ты можешь изучать что угодно, там, как летать на воздушном шаре, как вязать крючком, как, не знаю, делать сальто, как бегать, там, как даже, ну, изучить какой-нибудь фреймворк там новый, да? Ну, пока ты не зарабатываешь на этом деньги, это не профессия, это хобби. Ну, и это нормально. Ну, просто главное, вот этот слоган, который первый, да, часто путается людьми, ну, почему? Потому что люди считают, что нужно гнаться именно за тем, что ты, как бы, любишь, да, и тогда ты не будешь работать, и это правда. То есть, ты не будешь работать. Но Стив Жоп включал в это немножко другой смысл. То есть, если ты будешь делать что-то, даже если за это платят деньги, ну, ты будешь от этого получать не только деньги, а удовольствие, да, и на самом-то деле, как бы, если мы умеем какие-то свои навыки и удовольствие сделать нужными кому-то, потому что когда мы получаем деньги-то? Мы получаем деньги, когда мы делаем что-то полезное и нужное, и делаем это не так, как другие, и лучше, чем другие, да? Тогда людям удобно к нам прийти, дать за это деньги. Вот в этом случае мы будем свободными, мы не будем работать, потому что мы не относимся к этому как к работе. Мы к этому относимся как к чему-то, что нас вдохновляет, да, и от чего мы получаем удовольствие. И только в этом случае по-настоящему можно реализоваться. Тяжело реализоваться в какой-то профессии, если ты приходишь туда только за деньгами. Потому что как только у тебя приходит какой-то сложный барьер, который мешает тебе дальше развиваться, ты думаешь, я пришел за деньгами, а здесь нужно напрягаться, это того не стоит. Вот когда ты делаешь что-то для удовольствия, вот таких вопросов не возникает. Ты это делаешь, потому что это нужно тебе. А если это еще нужно кому-то, и кто-то тебе приносит эти деньги, то это вдвойне хорошо. Вот как бы основной посыл. И, собственно, когда мы говорим здесь про профессиональное развитие, мы говорим про помощь ребятам получить какой-то новый навык, знание и опыт в тех областях, которые позволят им его продавать. Продавать как бы в хорошем смысле слова. То есть осуществлять какой-то сервис клиентам, и клиенты будут как бы рады, что у них команда с этими навыками и знаниями. Ну и, собственно, вот два основных подхода о профессиональном развитии, которые существуют в мире. Первый, в некоторых компаниях вот так вот строят профессиональное развитие. То есть берут людей и оказывают им добро. Делают из них профессионалов. И так можно. Так можно. Если к этому относиться, как вот я говорил с первым подходом, что мы пришли сюда за деньгами, а не за тем, чтобы осамблюдать время, то вот этот способ, наверное, единственный правильный. Второй способ, он сложнее. Он сложнее. Потому что никто вам ноги не прищет, крылья не прищет, и другие вещи там тоже не появятся самим собой. Но и цели в этом нет. Цель в другом. Показать возможности, дать инструменты, дать возможность вам развиваться, рассказать, собственно, как этим всем пользоваться. Вот мы идем вторым способом, в котором мы предоставляем сервисы. Мы не тянем за уши куда-то, куда человеку не получается. Мы показываем, что бывает. Мы как партнеры рассказываем, собственно, где что. Мы как партнеры говорим, что мы не можем предвидеть все будущее. Мы показываем статистику прошлого и даем возможность человеку принять решение самостоятельно. То есть куда дальше идти, исходя из той информации, которая есть. Ну, принимает решение всегда сам человек. Почему так? Потому что у нас такие ценности, я на самом деле на всех презентациях их показываю, потому что они реально для нас важны, и потому что действительно все процессы, которые мы строим, сервисы, инструменты, гайлайны и прочее, мы их пропускаем через эти ценности. Кто-то помнит наши ценности? Что-то? Да. Люди, правильно. Доверие, гибкость тоже правильно. Ну и, собственно, экспертиза. Потому что мы инженерная компания, как бы, да, мы культивируем здесь экспертизу, да, и люди для нас важны, потому что, ну, компания — это люди, да, так как мы инженерная компания, то, понятное дело, что мы помогаем и хотим, заинтересованы в том, что люди развивались в эту область. Мы строим все на доверии, так как мы работаем с профессионалами, профессионалам нужно доверять. Ну и гибко, потому что, опять же, мир меняется, мы не можем построить какие-то процессы, которые будут правильными навсегда. То есть они будут меняться. Мир меняется, мы меняемся, процессы меняются, люди разные, проекты разные, мы находимся, помните, в каком количестве стран, и культура разная. Нельзя построить процессы, которые будут, ну, собственно, для всех одинаково работать. Ну и, собственно, основные принципы, вот они на этом слайде нарисованы, как бы вот мы смотрим на цели и возможности клиентов, мы смотрим на цели и возможности data art, мы смотрим на цели и потенциал коллег, пропускаем это все через наши ценности, пропускаем это все через наши там сервисы профессионального развития, и это все создает возможности для профессионального роста и развития как бы наших коллег. То есть в двух словах вот так вот оно работает. Ну а теперь перейдем, собственно, к нашей VUKE, да, и будем, собственно, каждую буковку убрать из звука и смотреть, собственно, какие проблемы эта буква вызывает, в частности неопределенность, какую неопределенность в профессиональном развитии чаще всего как бы вызвана в развитии войти. Знакомые вопросы часто себе задавали такие? Вот, и, собственно, ну это нормально, то есть, да, независимо от того, в какой уровне сеньорики вы находитесь, в какой квалификации, эти вопросы время от времени, они возникают. Когда-то чаще, когда-то реже, ну когда-то все из них, когда-то какой из них. Ну, мы их знаем, и, собственно, мы их стараемся адресовывать. Адресуем мы следующим образом. То есть мы какое-то время назад создали карту профессионального развития, она интерактивная. То есть на каждую точечку вот в этой карте можно нажать, это вот каждая точечка, это вот линия, это квалификация. В квалификации находятся точки, это уровни матчурити или уровни сеньорити. И дальше я вам покажу, что будет, если ты на нее нажмешь. То есть там, во-первых, если ты нажимаешь какую-то точку, это то, где ты находишься сейчас, и ты смотришь, какие пути развития из этой точки возможны. Что значит «возможны»? Опираясь на статистику. То есть теоретически каждый человек может освоить любую квалификацию, но имея какой-то базовый опыт уже, ему легче передвигаться в какую-то определенную точку. Ну, например. Например, девелоперу легко пойти в QA-автоматизацию. К QA-автоматизацию относительно легко пойти в manual QA, от самой более-менее там несложно пойти в девелопер. Возможно, будет сложнее пойти в BA, хотя тоже можно пойти. Куда ему будет сложнее, наверное, пойти, я даже не знаю. Из QA на самом деле легче всего идти куда угодно, но работы нужно провести огромное количество. То есть сложность никуда не девается. То есть эта штука решает проблему с неопределенностью, но со сложностью она, конечно, не решит. Кроме этого, у нас есть, мы разработали такой тоже гайдлайн, в котором, собственно, основные там вот вопросы с тем, куда пойти, что найти, как построить себе план действий, с кем пообщаться, какие сервисы у нас как бы есть и что можно использовать. В профессиональном развитии он находится доступный для всех на веке. Каждый, кто приходит, может посмотреть, как бы для себя какой-то план составить. Опять же, некоторые компании любят EDP-планы развития, индивидуальный план развития. Мы не то, чтобы их как бы не любим, мы говорим, что если коллегам важен и нужен индивидуальный план развития, мы поможем его составить. Но в чем как бы сложность EDP, да? То есть если мы как бы вам его навязываем, то мы вам ставим какие-то там дедлайны, выделяем какие-то там направления. И мы, конечно, будем с вами как-то согласовывать, но не факт, что как бы на этом согласовании мы с вами придем к какому-то консенсусу. Тут мы оставляем полную свободу как бы вам и с таймлайнами, и с технологиями, и со всеми вещами. Как бы если нужен какой-то шаблон, вам помогут. Но вот весь планчик формируете вы уже сами для себя, но с той скоростью, чтобы развиваться, с которой вам как бы комфортно. Ну и, собственно, помочь может у нас и есть ли этого достаточно профессиональная команда, и все проектные менеджеры у нас это часть команды, которая участвует в профессиональном развитии и управлении талантами в компании. То есть первое место, куда можно пойти, собственно, за советом по развитию, это своему непосредственному менеджеру в проекте. Вы в проекте находитесь, там есть проект менеджер, он, собственно, может порекомендовать. Опять же, не всегда они могут порекомендовать. Ситуации бывают разные, проекты бывают разные. Если проект, например, на два месяца всего, вы приходите к проект менеджеру, то что он вам порекомендует? Рекомендации, он может дать какую-то in general, но дать какую-то рекомендацию конкретную, там, как вам, допустим, дойти до следующего уровня матчурить, он может не дать. Поэтому у нас есть как бы еще команда по управлению возможностями, RMANG называется. У них можно тоже спросить о том, куда дальше развиваться. У них есть статистика спроса, то есть все вакансии, которые приходят, они приходят к ним, они видят статистику спроса, что требуется сейчас на рынке. Поэтому к ним можно прийти, они дадут какую-то рекомендацию с точки зрения того, что на рынке требуется. Есть команда HR локальная, то есть чем команда локальная HR помогает? Она знает о всех инструментах, она знает, собственно, какой вопрос можно задать и кто этот вопрос как бы даст конкретный ответ. То есть они точно найдут уже вам ответ и помогут сконнектить с нужными людьми. И есть сервис профессионального развития. То есть вы прошли вот все эти три шага, не нашли ответ, как бы да, то можно выйти в сервис профессионального развития. Он работает кросс-локационно, кросс-квалификационно, то есть независимо от того, какая квалификация, какая технология, вот вам сервис профессионального развития поможет. Там есть группа людей, которые, собственно, эти забросы подхватывают и, собственно, дальше с ними работают. Они уже работают более-менее предметно, с точки зрения чего они учитывают. Они учитывают вашу мотивацию, ваш профайл технологический. И, собственно, если мы говорим про мотивационный профайл, есть миллионы способов, как их померить. То есть есть типы личности, собственно, и в зависимости от разных типов личностей, как бы и мотивация может быть разная. Есть другие способы померить мотивацию. Опять же, понять, собственно, какой у вас есть бэкграунд, какие у вас есть причины что-то сделать, где у вас уже получалось исторически что-то, где не получалось. И, исходя из этого всего, уже дадут какие-то рекомендации. Опять же, рекомендации, они не звучат таким вот образом. Ты должен сделать вот это. То есть там рекомендации, они на самом деле тоже, как правило, это несколько опций. Говорят, что вот вам с вашей квалификацией, с вашим бэкграундом и все прочее будет получаться лучше вот это и вот это. То есть исторически так получается. То есть у ребят, допустим, с QExperience, у которых там хорошие презентейшн, скиллы, к примеру, лучше двигаться в сторону либо PM, либо без дева. Без дева – это ребята, которые помогают продажам, то есть делают какой-то саппорт для продаж. В этом суть как раз сервиса профессионального развития. Ну и, собственно, вот я уже в двух словах забегаю вперед рассказал, да, вот эти вещи принимают во внимание при анализе, там и навыки, и знания, и цели, и возможности, и интересы, и мотивацию, и, собственно, понимание процессов. Потому что часто у коллеги уже все есть, он со всем разобрался, просто не понимает процесс, что дальше. То есть я уже выучил все, да, я уже разобрался, я хочу дальше пойти. Как мне получить opportunity, да, какое-то новое. А уже, как мы говорили, да, основная цель профессионального развития – это получить новую возможность в каком-то конкретном проекте. Пока я не сильно быстро рассказываю, успевайте за мной. Какие-то, может, вопросы возникают по ходу? Так, как мы боремся с неоднозначностью? Ну, собственно, вот те вопросы, которые чаще всего возникают в профессиональном развитии, которые, собственно, делают этот путь неоднозначным. То есть какая у меня сейчас квалификация? То есть вот, ну, не всегда понятно. То есть я знаю то, я знаю это, я знаю это. То есть а какая у меня квалификация? Как она называется? То есть для того, чтобы мне понять, как попасть в точку B, нужно понять, где точка A. То есть в какой точке я нахожусь. Как узнать требования к интересующей квалификации? То есть я уже знаю, что я нахожусь в точке A. То есть для того, чтобы мне в точку B перейти, то есть что я должен знать? То есть вот как я узнаю, где этот чек-лист взять? чем отличается вообще junior middle от сеньора то есть вот я сейчас миду что мне нужно ли может сеньором стать чем не не хватает как как туда дойти что-то еще нужно кроме хардскиллов хардскиллы слышали все термин то есть что-то еще нужно кроме хардскиллов чего мне не хватает что мне развивать то есть мне только технологии нужно вот я вроде все выучил чай до сих пор не сеньор то есть куда мне дальше идти и вот на эти все вопросы мы стараемся отвечать и вот первая часть ответа да это информация текущих квалификациях и у нас тут легко рассказать определить квалификацию текущую нелегко нелегко почему потому что что такое что есть квалификация это теоретические знания или практический навык да а как это определять если в этом проекте допустим у вас теоретических знаний вот столько а используют на практике вот столько как определить вашу квалификацию до отлично ну это хорошее определение но на самом деле вот немножко помог мне подвести к следующему вопросу у нас на самом деле эта часть разделена но это определение квалификации она определена у нас как бы на на три составляющих то есть первое это вещи связанные наверное больше софт скиллами то есть и умение решать проблему это как раз один из софт скиллов их больше чем один и там дальше немножко проговорим про софт скиллы в том числе но квалификация она у нас составная то есть это умение решать какие-то проблемы да от самой там ну тех клиента и там проектные плюс теоретические знания может но к сожалению войти индустрии без теоретических знаний решать проблемы часто просто не но не получится то есть ты можешь быть резалториент очень сильно но тебе для того чтобы дойти до резалта нужно такую стопку книг прочитать чтобы понять вообще что там что там решать то вообще какая проблема то если там вообще проблемы или нет вот и собственно у нас это разделено получается от на квалификации вот видите зелененьким подсвечено это то что у нас выставляет рмнг команда то есть рмнг команда тот момент когда мы пересматриваем квалификацию наберет во внимание результаты технического ревью плюс отзывы из проектов плюс гриды гриды рядышком так сейчас я как эта штука работает у нас вот вот гриды рядышком гриды они но менее детальные там собственно есть только дата и собственно оценка такая вот как senior девелопер там или джуниор девелопер там может быть там с киеве там и кому угодно относиться то сейчас это мы про девелопера говорим от гриды они относятся как как девелопера у человека может быть несколько квалификаций вот это реальный профиль реального человека у которого от квалификации раз два три четыре пять вот они каждая квалификация может быть разного уровня какая-то медловая какая-то джуниорная ну и так далее то есть человек может развиваясь получать несколько квалификаций расти в рамках одной квалификации то есть это есть профессиональное развитие что у каждой квалификации может быть разный уровень maturity. Ну, например, человек пять лет работает в питоне, например, да, и только начал изучать JavaScript. Поэтому он в JavaScript находится на уровне junior, а в питоне он уже senior. Ну, и так далее. Ну, понимаете, тут на самом деле тоже у нас, если мы говорим про квалификацию full stack, у нас нет понятия квалификации full stack, у нас в проекте может по требованию быть такое, что дайте нам full stack девелопера. Но, опять же, в разных проектах понятия full stack совершенно разные. Поэтому нам эта информация нужна, а, то есть для того, чтобы понять, ну, подходит ли этот человек в конкретный проект или нет, человеку, чтобы было понятно, подходит он проект или нет. Но если мы говорим для профессионального развития, ему не нужно быть full stack, ему нужно наращивать квалификации. То есть он может, он растит их с такой скоростью, как ему удобно, и те квалификации, которые ему интересны. То есть наша задача помочь человеку распознать, какие квалификации ему интересны, и дать ему возможность эти квалификации здесь наращивать. А дальше в каком-то проекте, может быть, две квалификации понадобятся, в каком-то три, в каком-то там все, ну, то есть it depends. Вот. А гриды — это, вот, собственно, человек наращивает, наращивает квалификации, а вот гриды — это то, что возвращает проект. То есть через какое-то время человек поработал в проекте, и человек ему, и проект ему говорит, что вот в нашем проекте он показал себя как senior developer. Потому что это, ну, у него может быть там Python, Ruby, Node, java, но это как бы набор квалификаций. А вот как ты правильно говоришь, решает ли он при помощи этих квалификаций задачи? Делает ли он estimate, в которые сам в состоянии как бы попасть? Правильно ли он коммуницирует про проблемы какие-то, которые возникают, да? Умеет ли он продавать solution-ы клиенту? Умеет ли он работать с командой? То есть вот эти все вещи, я как, допустим, как PM проекта, я вот эти вещи вижу. Я не вижу там глубину познаний в питоне. Я, ну, мне нет возможности пощупать это, да? Мы находимся в разных локациях, и я интервью не провожу его, да? Я знаю, что клиент приходит, там, дал, не знаю, какой-то сложный тикет, все отказались, он взял и сделал. Вот это я знаю. И он сказал, что сделает там за две недели, к примеру, сделал за две недели. Или он сказал, что за две недели сделает, оказалось там, что какое-то там легоси возникло, он вовремя поднял красный флаг и сказал, что вы знаете, я вот это не учел, как бы правильно прокоммуницировал всю эту проблему, как вот, да, и мы изменили дедлайн какой-то, да? То есть он показал себя как сеньор. То есть он при этом может джаву знать на уровне медла, он питон может знать на уровне медла. Ну, как ты правильно заметил, он решает задачи, коммуницирует правильно взаимодействуя с командой и производит впечатление сеньорного девелопера на проекте. Да. Человеческое мнение о ком-то никогда не бывает объективным. Это ключевой фактор, да. Но на самом деле и квалификация никогда не бывает объективной. Да. Все правильно. Но идея вот грейдов состоит в том, что мы даем нескольким людям из разного проекта дать эту вот оценку грейдов для того, чтобы на статистической выборке, да, она усреднилась. Понимая, что, в принципе, любая, ну, единичная оценка, которую ты не возьмешь, она будет субъективной по разным причинам. Мы с тобой соприкасались, к примеру, только один день, но у меня нет возможности дать объективную оценку. Допустим, я считаю, допустим, что я знаю больше, чем ты, ну, и этот самый, не могу дать тебе объективную оценку. Или мы с тобой там давние друзья, я не могу дать тебе объективную причину. То есть причин может быть миллион. Именно поэтому мы говорим, что здесь вот чем больше этих грейдов есть, тем более объективная оценка. То есть каждый отдельный грейд, он не объективен, но объективность дает их количество. Вот. Ну и, собственно, оценочка у нас есть тоже по коммуникациям, тоже ребята тоже могут прокачивать. Это тоже способ профессионального развития, прокачивать свои коммуникационные скиллы и там, собственно, детально описано там, где, какие там есть у тебя, скажем, зоны для развития. То есть куда дальше стремиться, что развивать. И вот эта часть слева, которая находится, вот это скиллы конкретные. Вот уже в рамках каждой там квалификации какие там скиллы могут быть, они все тут есть. И человек их сам указывает. Он указывает, что он конкретно знает, что в рамках каждой квалификации он знает, чем он умеет пользоваться. А это помогает ему найти как можно больше оппортюнити. Чем больше как бы вещей он там укажет, там, ну, честных, тем больше оппортюнити он сможет в проекте получить. Потому что когда идет какая-то конкретная проектная вакансия с указанием full stack, там, как правило, уже перечислены технологии. То есть что же нужно-то для технологии. Вот, собственно, по этим технологиям дальше как бы все и смотрят. К этому слайду есть еще вопросы. Вот здесь, да, сейчас, ну, то есть это то, что у нас в профиле у каждого человека есть, как бы, да, и вот в профиле существует только communication skill. Сейчас дальше мы дойдем до софт-скиллов части, вот здесь в том числе. У нас есть сервис, как раз тот профессионального развития, который помогает людям и осознать и понять, какие у них там софт-скиллы там на каком уровне находятся и какие софт-скиллы требуют какого-то развития дальнейшего. Вот так, таким вот образом у нас выглядят требования к квалификациям. То есть у нас есть профессиональные комьюнити, которые в рамках каждой квалификации разработали для себя вот такие таблички с требованием квалификации. То есть они посмотрели, как бы, проанализировали там большинство наших проектов, ребят, которые в этих проектах были успешны, как бы, да, и вот таким вот образом их разделили на три части. То есть это какой должен быть опыт, ну, для того, чтобы там, допустим, на уровень медла, там, на сеньора, какие должны быть хард-скиллы, то есть что человек должен, как бы, знать, и какие должны быть софт-скиллы, то есть, да, для того, чтобы быть успешным вот в какой-то конкретной квалификации с каким-то уровнем матчурити. И, собственно, вот теперь софт-скиллы. То есть у нас, опять же, тоже софт-скиллы. Проект какое-то время назад стартанул, и он стартанул у нас сейчас каким образом? То есть, ну, мы отказались в профайл каждого человека выкладывать информацию про его софт-скиллах, и мы, на самом деле, не измеряем для всех людей, как бы поголовно. То есть у нас компания, она, собственно, построена на сервисах профессионального развития, как я уже говорил, мы оказываем сервисы, но запрос должен идти от клиента. Клиент – это коллега. То есть клиент нашей системы профессионального развития – это коллега. Коллега приходит и говорит, у меня есть запрос. Я хочу получить там какую-то там сервис в области хард-скиллов, я хочу получить сервис в области софт-скиллов, я хочу узнать об этом, об этом, об этом, помогите мне. То есть он формирует запрос, а как бы сервисы ему помогают этот запрос реализовать. И, собственно, софт-скиллами та же самая штука. Мы, опять же, софт-скиллами все непросто. Будет отдельно, вот в Харькове мы будем проводить отдельно тоже IT-ток по софт-скиллам. Поговорим на эту тему. Почему непросто? Сто лет назад про софт-скиллы никто не слышал. Не было такой темы. И тут Гарвард почему-то решил провести исследование, чтобы определить, собственно, что людей делает успешными в их квалификациях, ну, или там, не знаю, в любой профессиональной деятельности. И вот они обнаружили, что только 15% хард-скиллов, точнее как, 15% успеха зависит от хард-скиллов. То есть от ваших непосредственно профессиональных знаний. Ну, если вы, например, ну, это было там 100 лет назад, да, если вы, например, плотник, то знание и умение пользоваться инструментами по дереву, да, обеспечивает вам ровно 15% успеха в этой области. Ни больше, ни меньше. И дальше они задали себе другой вопрос. А остальные 85% это что такое? Вот что обеспечивает успех на остальные 85%? И они обнаружили, что это некоторые другие навыки. Они их назвали софт-скиллами. Почему? Потому что, ну, вот они к вашей непосредственной деятельности, там, вот обработке дерева не относятся никак. Назвали их софт-скиллами. И дальше началась самая интересная неразбериха. Самая интересная неразбериха почему? Потому что за эти 100 лет все, кому не лень, написали множество материала о том, что же такое софт-скиллы и какие софт-скиллы бывают. И они внесли сюда неразбериху, потому что под одним и тем же термином они давали совершенно разные определения. Кто-то их давал более детально, кто-то более общее, кто-то объединял несколько софт-скиллов в один, кто-то их разбивал там, ну, прямо детально-детально. И когда мы тоже решили, ну, у нас запрос от коллег зашел, типа, что помогите нам софт-скиллами, как бы, да, разобраться, мы хотим прокачивать софт-скиллы. Мы тоже взяли, там, собрали рабочую команду, которая, собственно, решила разобраться, какие же софт-скиллы нам для дата-арта, как бы, нужны, чтобы человек в дата-арте был успешным. То есть вот дата-арт, как бы, это площадка, где человек может прийти и стать успешным. Вот что может помочь человеку быть успешным в нашей компании. И, собственно, почитав огромное количество информации, пообщавшись с разными, там, демами, разными проектами и пятое-десятое, как бы, да, мы определили, там, большой список того, чего, как бы, вот, ну, людям помогает быть успешными, но поняли, что, на самом деле, мнения расходятся. То есть весь список, если включить, как бы, да, то, ну, он никому не поможет. Список из ста скиллов никак не поможет. И мы решили выделить шесть основных софт-скиллов, которые, собственно, ну, все наши, там, или большинство наших стейхолдеров с разных представителей и со стороны HR, и со стороны RMNG, и со стороны проектов, они говорят, что, собственно, эти софт-скиллы действительно, как бы, важны и полезны. И вот они, эти шесть скиллов, как бы, они здесь. То есть первый самый важный скил, собственно, как ты заметил правильно, да, это тут называется как ownership. Но ownership, на самом деле, хорошее слово, оно очень емкое, перевести его на русский язык одним словом, как бы, очень сложно, да, кто-то переводит его как ответственность, да. И, ну, на самом деле, мне кажется, что это немножко более емко, чем просто ответственность. То есть для того, чтобы быть успешным, ну, в любой профессии и в нашей профессии, в нашей компании, не исключение, уровень ownership'а действительно очень важен. Но если у вас есть только, ну, или целеустремленность еще называют тоже. То есть если у вас не будет достаточно уровня гибкости при этом, то в чем может быть сложность? Если вы сильно целеустремленный, но недостаточно гибкий, то встретив перед собой такое препятствие, которое вы не сможете пробить, вы можете немножко разбить лоб. Поэтому уровень гибкости очень важен, чтобы в какой-то момент времени вы осознавали, что это препятствие нужно обойти, а не пробивать его в лоб. Опять же, ну, прошли времена, когда в IT-компаниях делали стартап человек в одиночку, да, и становился как бы там супергероем в одиночку. То есть уровень взаимодействия с командой или collaboration должен быть тоже на высоком уровне для того, чтобы стать успешным. И это не только для нашей компании, это для любой компании сейчас, для любой профессии. Опять же, вы можете быть 100-500 раз отличным специалистом какой-то области, но если вы не в состоянии рассказать и объяснить, почему нужно выбрать то или иное решение, и у вас плохой presentation skill, как бы это не поможет вам быть успешным. Опять же, бывают такие ситуации, что вы полностью правы, у вас есть какой-то классный solution, вы достаточно гибкий, да, для того, чтобы где-то обойти у вас высокий уровень ответственности или стремленности, взаимодействовать хорошо с командой, но, к сожалению, на той стороне клиент, у которого ограничения, он тоже полностью прав, как бы, да, и вам нужно найти компромисс. Если вы не сможете договариваться и находить компромиссы, то вы тоже не сможете быть успешными. Ну и самое главное, опять же, в нашем IT-мире, да, в котором уровень изменчивости очень высокий, да, если у вас не будет высокий уровень capacity for personal development, и вы не будете достаточно быстро и вообще желать обучаться дальше, то какой бы вы не был хорошим профессионалом прямо сейчас, завтра вы не будете успешным. Поэтому вот эти шесть скиллов, которые мы определили, эти шесть скиллов, ну, они очень важны для успеха в любой отрасли, а в нашей, так тем более, и в нашей компании в том числе, и мы можем помочь, как бы, как сервис людям осознать, на каком уровне у них какой уровень софт скиллов, да, собственно, и ну, что можно поделать для того, чтобы этот уровень расширить. Самое главное, что нужно понимать, ну, было бы очень здорово, если бы у всех людей все эти шесть скиллов были на максимальном уровне, было бы замечательно, я бы мечтал о таком мире, но, к сожалению, это, ну, не всегда возможно, а часто и не нужно, потому что все зависит от роли. В некоторых ролях, как бы, ну, гибкость, она лишняя, то есть, если вы какой-нибудь, я не знаю, там, у вас какая-то корпоративная роль, и вы должны отслеживать процесс, да, то есть, ну, гибкость, ну, гибкость, это на уровне обнырши подругого человека, то есть, в каких-то местах, как бы, не очень важно, допустим, уровень высокой, не знаю, там, обучаемости, то есть, она должна быть, там, ну, нормальной, да, то есть, не должна быть выдающейся, а в каких-то выдающейся степени обучаемости, ну, вообще никуда не пойдете, да, почему вы приходите в новый проект, а там и технологии новые, и легаси большое, то есть, если вы не будете очень быстро обучаться, вы не сможете там быть успешны, то есть, все зависит от роли, все зависит от environment, поэтому, если у вас какой-то уровень, ну, какого-то скилла, как бы, не дотягивает, хорошо об этом знать, но не нужно по этому поводу расстраиваться. И мы плавно переходим к сложности, да, да, в прошлом слайду, да. Скажите, пожалуйста, а кто и как определяет, выставляет ценку от 0 до 3 по всем шести параметрам, если вы говорили про хардскил, там более-менее примерно понятно, как это происходит, а вот тут такие вот тонкие… Да, отличный вопрос, спасибо большое. На самом деле, с хардскилами тоже не все просто по определению, да, и я сейчас приведу пример, почему, и это вам можно ответить не на ваш вопрос. Как мы определяем хардскиллы? То есть, есть два способа объединения хардскиллов. Первый – это интервью, то есть, вы задаете вопрос, знаете ли вы, и имели ли вы опыт с этим, да, или как вы будете делать то или иное решение, да. И второй способ – это, собственно, тестовое задание, то есть, вот вам дали, и вы сделали, как бы, вот вы проявили хардскил. Вот с софтскиллами все точно так же. То есть, как можно оценивать софтскиллы? Первое – ну, обычно это проявляется на кейсах, то есть, дается какой-то кейс, да, собственно, и в этом кейсе, как бы, человек рассказывает, как он этот кейс будет решать. Любой кейс можно решать по-разному. Можно привлечением большого количества ресурсов, можно проявлением большой степени гибкости, можно утрясанием, как бы, моментов со стейхолдами и договариваясь со всеми, там, о том, чтобы, как бы, убрать какие-то ограничения. Можно быстро разбирая сложности системы, как бы, и перепрыгивая через какие-то препятствия, которые на самом деле, просто, как бы, ну, они перестают быть препятствиями, и это все как раз вот говорит о том, какие софтскиллы. Как проводится интервью с хардскиллов? Очень просто, да, вы задаете вопросы, моделируете какие-то ситуации, и дальше пишите, проявилось или не проявилось. Ну, вы не можете сказать, так, вот, наверное, знает он вот этот фреймворк на 5,8 баллов. Ну, это невозможно. Вы можете написать, да или нет. Точно так же с софтскиллами. На интервью вы смотрите, как бы, проявилось или не проявилось. Ну, и вот и все, как бы, все, что ты можешь делать. Ну, или, допустим, проявилось слабо. То есть, ты видишь, что что-то как-то в эту сторону как-то есть, посыл человек, ну, как-то понимание какое-то есть, но склонность в другую сторону. Ну, как правило, если человек, знаете, вот есть тоже моя любимая пословица, если в руках молоток, то все превращается в гвозди. Вот на самом деле для людей часто, вот со софтскиллами точно так же, но очень тяжело, ну, большинству людей овладеть всеми этими софтскиллами в совершенстве и пользоваться ними всеми, выбирая, как бы, нужный инструмент, нужный момент. То есть, как правило, человек хорошо овладел там, ну, одним, двум, там, тремя этими инструментами, и когда он сталкивается с какой-то тупиковой проблемой, он пытается решать, ну, так как он привык, да, вот молотком, у него в руках молоток, он пытается забивать гвозди. Если он, допустим, у него высокий уровень, там, негативный скилл развит, да, то как он будет решать любую проблемную ситуацию? Будет пытаться договариваться. Если у него высокий уровень, как бы, обучаемости, как он любую проблему будет пытаться решать? Разобраться и обойти как-то, ну, так, чтобы решить эту проблему, как бы, с точки зрения экспертизы. Если человек, как, пример, высокий уровень гибкости, как он будет решать эту проблему? Он будет искать дырку в этом самом решении и пытаться, как бы, взломать систему, то есть, ну, обойти как-то ее сделать, не традиционным образом решить как-то. Если у человека высокий уровень овнершипа, что он будет пытаться сделать? Он будет пытаться умереть, но решить задачу. То есть если остальные скиллы не так развиты, он будет пытаться, даже если стена стоит, он будет пытаться ее пробивать, потому что задача такая стоит, он будет ее пытаться пробивать. Если коллаборейшн высокий, что он будет делать? Он будет пытаться закрывать свои слабые стороны сильными сторонами команды. Ну, объединять команды. То есть если я сам не могу ее решить, буду привлекать экспертизу другую какую-то. Ну и так далее. То есть каждый использует тот скилл, который у него лучше всего развит. Да, я понял. Отличный вопрос. На самом деле, точно так же, как, допустим, знание джавы. Нельзя определить одним вопросом, знаешь ты джаву или нет. Точно так же, как бы и каждый этот скилл нельзя определить одним вопросом. Это есть индикаторы, и, собственно, те ситуации, которые мы обсуждаем, они на выявлении этих индикаторов. И дальше мы по индикаторам смотрим. Этот индикатор проявился, не проявился, а потом суммируется просто от балл. А дальше мы смотрим, то есть если выше двух, то это высокий уровень, как бы софт скилла проявляется. Если там он больше единицы, например, но он там средний, ну, соответственно, если меньше единицы, то слабый. А дальше уже, как бы, вы потом смотрите, что вы с этим хотите делать. То есть вам, ну, часто же как происходит? Мы сами понимаем, ну, нам самим кажется, что у нас вот этот уровень скилла, он вот такой, к примеру, да, или вот такой наоборот. А после интервью вы понимаете вот вашу оценку, да, и сравниваете ее с внешней, пытаетесь ее смачить, пытаются понять. Индикаторы помогают понять, почему. Почему там ваша оценка может отличаться как бы от этой. А исходя из этого, вы дальше можете понять, собственно, ну, что такое софт скиллы, да? То есть это, на самом деле, это способ поведения. А почему мы себя ведем так или иначе часто? Потому что у нас есть какие-то убеждения. И вот эти индикаторы, они показывают там, что наши индикаторы поведения, как бы они воспринимаются окружающими людьми вот так вот. То есть и дальше вы принимаете решение, хочу я менять свои убеждения для того, чтобы менять поведение, или не хочу. То есть буду я, что для меня сложнее, поменять поведение, как бы, да, или оставаться таким, какой я есть. То есть, как правило, у людей есть причина, почему они так делают. И она очень сильная. Ну, и мы здесь не пытаемся эти причины менять. Мы пытаемся показать, как выглядит это поведение для других людей, собственно, да, и насколько это эффективное поведение. То есть единственная цель любого поведения, да, ну, как правило, да, это или защитить свои ценности, либо достичь какой-то цели. Защитить свои ценности – это тоже цель. То есть просто понять, какая, как бы, в чем эффективность, то есть что для вас важнее. То есть вот если ценности просто важнее защищать, как бы, ну, окей, то есть это тоже нормально. Ну, осознанность, она позволяет идти, как бы, быстрее. Так, итак, сложности, да. То есть сложность какая? То есть после того, как все я вам показал, да, квалификаций множество, да. Как получить квалификацию, какую выбрать, как развиваться в рамках этой квалификации. То есть вот я уже выбрал ей квалификацию, вот уже, как, что дальше, как мне развиваться. С чего начинать обучение? То есть, ну, курсов огромное количество, да, то есть что выбрать, что мне? Вот с этого курса начинать, с этого курса. Где их найти, эти курсы уже? Ладно, там, что выбрать, где найти? Ну, и самое главное, то есть если мы развиваемся такие для получения оппортунити, а как получить этот практический опыт? Ну, вот кто меня возьмет в проект, если я прочитал книжку? Даже самую умную. Или две. Как получить оппортюнити? Понятное дело, что вся эта презентация, она на самом деле очень сильно упрощает реальность. И, собственно, вообще вука-миры, в чем суть вообще вот этой теории вука-миры? Для того, чтобы упрощать реальность. Потому что если мы будем реальность усложнять, мы не двигаемся с места. Да, когда мы упрощаем реальность, в какой-то момент времени мы можем все равно где-то там плечом толкнуть стенку. Может быть даже сильно пораниться. Но при этом мы пройдем вперед. А наша задача пройти вперед. И вот эта вся презентация, она о том, как проходить вперед. Я вам, помните, обещал вторую картинку по карте профессионального развития. Собственно, вот это второе view. Человек выбрал себе middle developer точечку. И отсюда показываются все возможные пути. Видите, там темные линии, толстые, там пунктирные. Это что показывает? Чем толще линия, тем более вероятно успех в движении в этом направлении. То есть от middle developer до middle automation толстая линия. То есть если вы эту линию выберете, вы 100% достигнете, ну 90% достигнете успеха. Вы, если выберете сторону как бы senior developer с middle developer, вы тоже с высокой степенью вероятности достигнете успеха. Если вы захотите сразу двинуться в solution architect, ну вы туда сможете прийти. Но вам нужно пройти еще несколько вершин, как бы, да, и вы для себя это в своей карте развития, там, или в плане развития можете поместить эту точку, как бы, понимая, что вот сразу прыгнуть туда вы не сможете. Вы можете вернуться там в сторону project-координатора. Опять же, это, ну, путь, он, такого бокового развития не у всех получается, да. Это немножко разные скиллы. И поэтому там, собственно, другой цвет обозначен. Точно так же вот вы можете в security analyst пойти. Ну, есть такая возможность. Но она, на самом деле, тоже, ну, это не самый, скажем, вероятностный путь развития для вас. Ну, успешного развития, имеется в виду. Дальше, если вы за эту точку заходите, у вас вот такая вот информация появляется. То есть тут немножко описано, что же такое middle key. Показаны все пути, которые здесь есть в развитии. Показано, какое количество людей находится сейчас вот в этой роли. И сколько из них находится с вашим уровнем maturity. Смотрите, вот 460 – это QE, там 196 – это находится с тем же уровнем maturity. Ну, mid-low имеется в виду. Дальше, на следующей диаграмке показано, сколько из этих ребят находится сейчас там в поисках проекта, в рамках компании. То есть они в нашей компании находятся. Они сейчас находятся на бенче и ищут, собственно, проект. Вот 30 человек, как бы, ищут проект. Ну, и, собственно, вот рекомендованные курсы, которые есть у нас для mid-low, они вот тоже здесь указаны. Это все кликабельные ссылочки. Вы на них нажимаете и переходите на наш education портал. Таким вот образом, как бы, вот эта карточка устроена. Это немножко, как бы, упрощает процесс. Да, вы видите возможные пути, вы видите, что можно почитать, изучить. Вы видите информацию, собственно, о том, сколько людей в Idle, чтобы понять, собственно, хотите вы в эту сторону двигаться или нет. Потому что вы можете точкой кликнуть не только на свою роль, где вы сейчас находитесь, а на и желаемую. То есть я хочу находиться здесь. Вы можете увидеть информацию по статистике. Сколько людей в этой квалификации, сколько из них в Idle, сколько у нас сеньоров, сколько mid-low и так далее. Ну и опять же у нас есть такие вот рекомендации на Вики, которые рассказывают, что нужно сделать для того, чтобы проапгрейдить существующую квалификацию. Например, вы там middle Java developer хотите стать сеньором. Вот тут, собственно, есть прям пошаговая инструкция, что же нужно сделать, чтобы идти в сторону сеньора. Если вы хотите получить новую квалификацию, то есть у вас, например, вы там Java developer, а хотите получить JavaScript или front-end какой-то developer. Да, вот, собственно, расписано, как можно пройти этот путь, куда написать, что спросить, что сделать, как быть уверенным в том, что туда дойдете. Ну и кроме этого, для того, чтобы еще упростить без того сложный путь, у нас есть в рамках каждой квалификации, ну или почти в каждой квалификации, они сейчас многие еще разрабатываются, рекомендации для каждой квалификации развития. То есть что нужно почитать, что нужно поделать, что нужно знать, прямо с какими-то конкретными курсами, указаниями для медла, для сеньора, для джуниора и так далее. То есть если вы, к примеру, переквалифицируетесь или двигаетесь в рамках одной квалификации, это вам позволяет уже выбрать те курсы и, собственно, те шаги, которые непосредственно для этой квалификации являются, как бы, ну, правдой. Если предыдущие были гайды, они там общие, независимо от квалификации, то эти уже конкретно выбранные квалификации. Да, конечно. Смотрите, у вас есть набор курсов, то человек потенциально какие-то знания наберет, но любые знания, которые на курсах, они, если они не закреплены руками, если человек не применил их в проекте, не решая какую-то определенную задачу, они практически мертвы и через определенный промежуток времени просто отвалятся. Просто как вы этот момент решаете? Потому что мало человеку дать роудмэп. Он еще по нему, во-первых, должен захотеть пойти и плюс еще применить правильно все эти скиллы в нужном месте. Все правильно. Ну, на самом деле, решаем мы это двумя способами. Там было на предыдущем слайде интересное такое про спонсорство. Спонсорство и про это. Вот как связь с картой, со спонсорством? Раскройте, пожалуйста. Да, да. Спасибо. Ну, смотрите, я на первый отвечу. То есть по поводу того, как получить практические навыки и как прохождение тренингов помогает человеку получить практический навык. Тренинги у нас есть двух типов. То есть первые тренинги – это просто как теоретический материал почитать, как бы пройти тестирование. А второе – сейчас ребята-девелоперы делают у нас тренинги какого плана. То есть они готовят какой-то environment технологический, да, то есть какой-нибудь, я не знаю, там, проект. И обучение идет – это в рамках этого проекта необходимо что-то допилить, какой-то модуль. Или каким-то образом что-то модифицировать. То есть и вот это вот как бы тренинг называется, да. То есть и ты в рамках изучения, да, ты, получается, должен что-то почитать и что-то конкретно практическое сделать. А потом уже наши, ну, назовем их, преподаватели там, или как угодно, они проверяют то, что получилось, да, и уже исходя из этого ставят какую-то оценку. Это первая как бы часть. Вторая часть, ну, собственно, для того, чтобы такие вещи получать и разрабатывать, ты можешь присоединиться к профессиональному комьюнити для того, чтобы такие просто вещи даже разрабатывать, такие education, ну, материалы разрабатывать. То есть там, получается, есть какой-то эксперт, ну, какой-то технологии, и у него есть идея курса. А остальные ребята, допустим, они только почитали что-то про этот курс, но они хотят получить какой-то практический опыт. И вот они вместе с этим экспертом разрабатывают вот такой тренинг, например. То есть получается здесь такой win-win solution. То есть эти ребята, они получают опыт и обучаются вместе с этим экспертом, да, и дают возможность платформе для обучения следующих. И, кроме этого, еще, опять же, мы стараемся каким образом… То есть, ну, задача какая? Помните, я говорил, что развивать людей, да? Развивать людей, к примеру, когда вы даете человеку, к примеру, проект, в котором он знает 120% того, что там нужно, тяжело. От таких проектов они не развиваются, а наоборот. Поэтому мы стараемся искать такие проекты, в которых коллеги знают 80% от того, что нужно. То есть какие-то вещи, они там, ну, к примеру, там есть база, на которую они могут положиться. Например, там они хорошо знают там Java, но с фронтендом работали слабо. И тогда такой курс какой-то базовый помогает им зайти в проект, в котором они могут сам опереться на уже хорошую Java, да, и плюс как бы развивать свой там фронтенд. Или они знают хорошо Java, но плохо работали с базами данных, например, да. И тогда вот такой курс позволяет им как бы вот опереться на Java, который они хорошо знают, плюс как бы там развивать там базы данных. По поводу спонсорства. По поводу спонсорства все тоже очень просто. Тут есть как минимум три возможных спонсора. То есть первый спонсор – это, допустим, практики наши. Они видят, что есть кто-то там талантливый человек в нашей практике, он показал себя хорошо на этой роли, на этой роли, на этой роли, и он хочет развиваться куда-то дальше. Они понимают, что у этого человека потенциал какой-то есть, он доказал, что он умеет хорошо решать задачи, как было сказано. Ну, независимо от того, какая технология, если он эту технологию выучит, он сможет решать хорошо задачи вместе с ней. И эта практика, получается, она может выступить спонсором в этом случае. То есть они верят в человека, им нравится, как он решает задачи, им нравятся его софт-скиллы, как он презентует проблемы, как он работает с клиентом, как он работает с командой, как он обучается и т.д. и т.п. Они говорят, что мы хотим этого человека у нас развивать, и мы в него инвестируем на обучение. Вторая часть есть. Появился какой-то новый тренд, новая технология. То есть у нас с этим, допустим, не работали или работали мало, а тут как бы спрос очень сильно вырос. И DataArt говорит, что вот мы хотим в эту сторону как бы развиваться. То есть мы для себя считаем это теоретическим направлением, хотим развиваться. Да, это у нас RMANG, ресурс менеджмент, который, я говорил, тот, который следит за всеми нашими возможностями, оппортюнити-ми. Они говорят, что вот мы готовы инвестировать столько, например, денег в развитие такого-то количества специалистов в этой области. И тогда они являются спонсором этого дела. Но опять же, если вы не нашли поддержку в практике, не нашли поддержку в RMANG, можно пойти либо в сервис профессионального развития, может он сможет найти, сметчить вам, как бы найти такого спонсора. Если даже он не смог найти, ну, никто не мешает никогда быть спонсором самостоятельно. То есть если вот вы прямо верите, что вот это вот направление, никто в него не верит, а вы в него верите, ну, тогда как бы вы в него инвестируете. То есть тут вопрос какой. Либо вы договариваетесь, ну, без DEV, это практики наши, да, у них есть видение того, куда развивается рынок. Они приходят и говорят, смотрите, ребята, мы видим, что рынок развивается туда, мы готовы как бы инвестировать то, чтобы и люди туда развивались. Если люди как бы договариваются, да, они верят в то, что рынок туда идет, они как бы на это идут. Если нет, у них есть какое-то свое видение, а практики в него не верят, то получается они как бы должны сами туда двигаться и в эту сторону развиваться. Смотрите, ну, первый момент, как бы мы никого не развиваем. Мы не институт, мы не школа, мы никого не развиваем. Мы помогаем людям найти свой путь развития. Как мы помогаем? Мы предоставляем сервисы, гайды, инструкции, карты, консультации и все прочее. Что из этого человеку подходит, он решает сам. Куда ему развиваться, он решает сам. Тянуть за уши человека, который не хочет развиваться, мы лапки не пришиваем. Помните, как на том слайде было с змеей? Мы показываем, мы рассказываем, мы даем возможности. Человек сам принимает решение, ему эта возможность подходит или не подходит. По поводу карьерного пути, мы компания с плоской структуры. У нас нет карьерного развития, у нас есть профессиональное развитие. Профессиональное развитие – это квалификации. То есть мы показываем все квалификации, которые у нас есть, мы рассказываем, какие квалификации сейчас востребованы, мы рассказываем, как тяжело или легко с этой точки получить эту квалификацию или эту квалификацию. Человек сам решает, какая квалификация ему интересна, как он хочет развиваться. У нас есть передвижения абсолютно, совершенно разные. Допустим, HR может стать, и было много случаев, когда они становились, допустим, маркетинг-координаторами. То есть это совершенно несмежные вещи. Мы не говорим, все HR должны стать маркетинг-координаторами. Мы не говорим, что ты должен обязательно профессионально как-то развиваться. Помните слайд с мотивацией? Профессиональное развитие не всем нужно. Если оно кому-то нужно, мы помогаем найти свой путь. Если человеку оно не нужно, мы не тянем за уши. Мы показываем возможности. Ответил на вопрос? Где-то осталось я отца, а что непонятно? Где не ответил? Понимаете, вы когда говорите, а дальше, в вашем понимании, вы говорите, карьерное развитие, карьерное развитие – это иерархия. И да, точечки в иерархии рано или поздно заканчиваются. А я когда говорю про профессиональное развитие, я говорю про квалификации. Квалификации не заканчиваются, скиллы не заканчиваются. Развивайте сколько угодно. Скиллов огромное количество. Да. То есть если вы хотите прямо развиваться, мы вам расскажем про все скиллы и про все квалификации, которые есть. Если вам они никакие не подошли, мы же сами их не придумаем. Мы же не умеем придумывать квалификации и технологии. Мы рассказываем о том, что есть. Вот. Так, это я уже прошел. А, вот. Ну и, собственно, понятное дело, что когда на пути развития, нужно какой-то момент времени, вы захотите узнать, ну вот я уже развился или не развился. То есть есть у меня уже что-то вообще или еще чего-то нет. И вот это у нас на самом деле, эти большие квадратики, это есть у нас такой проект, называется он «Скиллатрон». Слышали про него, нет? Да. «Скиллатрон»? «Скиллатрон» можно пробовать постоянно, он доступен в интернете. Можете, там, не знаю, там или мне написать. Это вот «Скиллатрон» как раз доступен всем абсолютно. И, собственно, задача его помочь, как бы, ну, ребятам, коллегам, инженерам понять, ну, как с с чеком, да, вот, собственно, какой уровень знаний по каким-то квалификациям, по каким-то, как бы, технологиям. Абсолютно на все темы они у нас есть, они постоянно пополняются, наши профессиональные комьюнити их постоянно пополняют. Ну, если вы вот уже прошли вот все эти самые селс-чеки, да, вы выбрали для себя какую-то квалификацию, в ней развиваетесь, и все равно остались вопросы. Вот вы выбрали квалификацию, ну, как раз, наверное, отвечая на ваш вопрос, как бы, вот вы выбрали квалификацию, вы там уже много чего изучили, и все равно есть вопросы, куда же дальше развиваться. Есть такой еще у нас сервис «Техническое ревью». То есть каждый человек может записаться на «Техническое ревью» по какой-то квалификации, и вот ему с ним эксперт там пройдется по чек-листу, по технологиям, да, и, собственно, какие-то рекомендации скажут. У вас сейчас вот уровень нашей компании, там, он, не знаю, там, мидл там или еще кто-нибудь там, да, и, собственно, для следующего уровня вам не хватает раз, два, три, четыре, пять. Опять же, это не что-то, что мы заставляем человека учить. Это не что-то, что мы говорим, что ты вот обязан это знать. Мы говорим, что если ты хочешь в эту сторону развиваться, то вот эти вещи – это твои следующие ступеньки. То есть ты, будучи сеньором, можешь прийти на этот ревью и получить такие рекомендации. Опять же, будучи сеньором Java-девелопером, да, можно развивать другие квалификации. Будучи, к примеру, Team Lido можно развивать другие квалификации. То есть, ну, квалификации – их море. Если мы говорим именно про профессиональное развитие, а не про карьерное, про профессиональное, то это получение новых знаний, навыков и новых квалификаций, ну, и новых скиллов каких-то. Ну и, собственно, курсы. Помните, я говорил, что у нас там кликабельные линки. У нас есть отдельно портал с нашими курсами. Наши профессиональные сообщества их постоянно пополняют. Тоже на все абсолютные квалификации, на все абсолютные темы у нас эти курсы есть, и они постоянно добавляются. Ну и тренинги, на самом деле. То есть, ну, тренинги, вот то, что это, вы видите, это тренинги по софтскиллам. Для софтскиллов не нужно писать код, да, для того, чтобы понять, человек, ну, для себя даже понять, умеет он или не умеет достигать какие-то цели, как бы неважно, какими инструментами он при этом пользуется. То есть, люди, если умеют достигать цели, они, ну, неважно, это будут ножницы или там Java, он цель достигнет, он поймет критерии успеха. Самое главное для достижения цели – это понять критерии успеха, наличие ресурсов, ну, дедлайны, наверное, еще. И, собственно, кто этот успех оценивает. То есть, если ты только сам оцениваешь свой успех, то на самом деле ты можешь сам решить, успешный ты или нет. Если кто-то другой оценивает твой успех, ну, в проекте, например, то надо понять вообще, кто и чем он руководствуется. И вот эти вот тренинги мы тоже часто у нас практикуем. Ну, и, собственно, это картинки с наших встреч в официальной комьюнити, где мы, собственно, обсуждаем различные там подходы, проблемы, решения, интересные какие-то новости после каких-то, например, там IT-ивентов. Ребята поехали, посмотрели что-то, собрались и обсудили какие-то новые подходы. Ну, и изменяемость. То есть, то, что мы с вами говорили, да, что куча есть старых, новых технологий. Вы только что-то выучили, она устарела. Специальности какие-то новые появляются. Специальности такой даже не было. Раз, она появилась. Роли появляются какие-то новые, которых раньше никогда не было. Направление. Рынок постоянно меняется. Даже если какая-то технология новая, это еще не факт, что она будет востребована на рынке. Если технология какая-то была вчера успешная и востребована, не факт, что она завтра будет успешной. Все меняется. И как, собственно, мы адресуем эти вещи. Адресуем мы их командой, на самом деле. Ну, к сожалению, ни одна рекомендация, ни одна карта, ни один тренинг их он сам себя не разработает. То есть это все должна делать команда. И в команде у нас есть это, собственно, наши профессиональные компетенции и сообщества. Это совет по управлению талантами, куда входят, собственно, представители из HR, из RMNG, из Education, из Delivery. И вот этот совет, он смотрит, собственно, анализирует запросы, которые приходят от коллег, понимает, смотрит, можем ли мы их адресовать или не можем, чего у нас не хватает, что может подправить, надо что добавить. И дальше, в том числе, вместе с профессиональными сообществами, вот эти вещи все и создает. Ну, и HRM-команда, которая рассказывает обо всем, что у нас есть, и как этим пользоваться. Ну, и самое главное, на самом деле, я рассказал вам про все инструменты, про то, что у нас есть. Как понять вообще, работают они инструменты или не работают. Вдруг мы все эти инструменты придумали, а они никак не работают. Но самый главный критерий, как бы, профессионального развития, он состоит в том, что у нас 93-97% коллег имеют роль в реальных проектах. 92% оброшенных рекомендовали DataArt как место работы для своих знакомых. 90% коллег остаются с компанией в течение, ну, больше, чем года. То есть мы ежегодно это меряем. То есть 90% в течение года, как бы, остаются в рамках компании. 87% опрошенных готовы работать в компании более трех лет. Мы ежегодно проводим опросы на всю компанию. И, собственно, это данные из этих опросов и статистики. 79% довольны теми условиями, которые у нас есть работы. То есть это профессиональное развитие, это все, что у нас есть. И 29% коллег DataArt попали в компанию благодаря рекомендациям коллег. На самом деле, я открою секрет, в Одессе это, по-моему, порядка 50%. То есть Одесса впереди планеты всей. То есть остальные офисы не дотягиваются. Я тут еще, на самом деле, к сожалению, статистику не показал. Это я забыл. Количество полученных новых квалификаций и количество апгрейдов в новых квалификациях. У нас за прошлый год 900 коллег получило новые квалификации. И, по-моему, 700 коллег получили апгрейды существующих квалификаций. То есть перешли в свои квалификации. Из медла на сеньора или из джуниора на медла и так далее. То есть вот это те критерии, на которые мы смотрим в нашем профессиональном развитии. И которые мы оценим для того, чтобы понять, насколько те инструменты, которые у нас есть, они помогают или не помогают нашим коллегам развиваться. Ну и я готов к вашим вопросам. Тогда. Скажите, пожалуйста, как вы учитываете в своей системе внешние сертификации? Там АБС и тому подобное. Не совсем понял вопрос. Как у вас есть система оценки? Да. Есть внешние сертификации по Oracle, по Salesforce, там еще там АБС. Как внешняя сертификация учитывается у вас внутри ваших при оценке скиллов внутри компании? Ну, она как… У нас есть еще еду портал. Там делают, собственно, все курсы. У каждого человека сейчас будет появляться там та же карточка как бы на еду портале. Там будет вся информация о том, какие тренинги, курсы, сертификаты человек как бы получил. Вот он, собственно, там эта информация будет храниться. Никак она не влияет на какую-то конкретную там квалификацию. То есть, грубо говоря, если вы были там медлом, там АВС-специалистом, вы сдали какой-то сертификат, вам автоматом сеньора никто не поставит. Почему? Потому что для того, чтобы быть сеньором, как бы нужно больше, чем сертификат, нужно еще уметь решать практические задачи. После того, как вы примените это в каком-то проекте, да, и проект скажет, что вы уже показали себе, работая с этой технологией как сеньор, там, да, вам изменят квалификацию на сеньора. Спасибо за доклад. У вас все рекомендации, которые у вас есть, то есть то, что у вас есть, у вас большая компания. У вас достаточно много ресурсов для того, чтобы передержать людей в нужный промежуток времени, пока они не с проектами. То есть я просто эти моменты немножко по вашей презентации знаю, знаю по презентации многих людей из DataArts, которые рассказывали. Здесь вопрос такого плана. Как вы порекомендуете в подобных ситуациях работать более мелким компаниям, в которых нет настолько ресурса, так, чтобы держать людей без проектов и так далее, но организовать что-то похожее в плане обучения, развития и так далее. Вот если бы вы посмотрели не через призму DataArts, а вот, допустим, да, чуть-чуть более мелкое по ресурсу компании. Ваши рекомендации на эту тему? Как построить систему профессионального развития в маленьких компаниях? Хороший вопрос. Спасибо большое. Ну, смотрите, на самом деле, ну, действительно многое из того, что я рассказал, наверное, маленькая компания позволить себе не сможет. Ну, кое-что сможет. Ну, например, что? Определить, например, требования к квалификациям она сможет. И это для них очень полезно. Почему? Потому что, ну, все равно мелкие компании набирают людей с рынка. Все равно они проводят интервью. И для того, чтобы провести интервью, все равно нужно провести какую-то оценку внешних кандидатов. Ну, кто это? Джуниор, там, мидл, там, или сеньор. И, собственно, вот матрица скиллов по матюрите, да, она внутри как бы все равно можете создать. У вас есть интервьюеры, да, они как бы могут делать. Все равно, на самом деле, ваши интервьюеры, как правило, да, это люди более сеньорные, чем, ну, там, чем остальные люди. Да, вы же, ну, джуниору не дадите же возможность, как бы, проводить интервью внешних кандидатов. То есть, да, то есть, в том числе, как бы, у вас есть там сеньорные ребята какие-то, которые, как бы, вот, проводят такие вещи. То есть, что можно приказать? То есть, этих сеньорных ребят вовлекать в создание каких-то, не знаю, хакатонов внутри компании, да, каких-то соревновательных моментов, то есть, ну, создать какие-то небольшие проекты, там, двумя небольшими командами, кто, там, быстрее, лучше делает на какие-то определенные скиллы. Опять же, смотрите, вам немножко сложнее, чем нам, маленьким компаниям, потому что мы можем себе позволить дать ребятам выбирать, куда развиваться. Потому что мы понимаем, что у нас оппортюнити такое количество, что куда бы люди ни выбрали, ну, с высокой степенью вероятности, как бы, у нас будут на них оппортюнити. В маленьких компаниях вам немножко сложнее, в том плане, что вам нужно направлять людей, ну, какие-то определенные направления, да, то есть, там, где вы, собственно, работаете, там, где, собственно, у вас есть бизнес. И вот эти вот хакатончики вы можете делать на темы, вот, которые для вас близки, с учетом, допустим, того, чего не хватает для вашего бизнеса. Вы понимаете, к примеру, что вот, ну, там, у большинства джуниоров, к примеру, там, часто гэпы в этом. Они не способны решать какие-то задачи, да, потому что у них в этом гэп. Вот, вот, состали такие хакатончики на эту тему, как бы, сделали там за выходные, как бы, ребята потихоньку прокачались. То есть, на самом деле, нужно исходить, то есть, профессиональное развитие – это инструмент для компании, да. То есть, мы можем себе позволить выстроить этот инструмент для коллеги. Вам, у вас нет выбора, вам нужно это делать как инструмент для компании. У вас клиент профессионального развития будет все-таки больше компания, чем коллега. Почему? Потому что иначе, ну, вы можете не дожить до того момента, когда люди профессионально развьются, компания. Спасибо за интересный доклад. А там у вас было на, ну, два слайда тому назад, было указано, что пересмотр скиллов инициируется либо самим человеком, либо поэмом. А можно как-то подробнее про вот это вот, ну, про проект? Да, конечно. А еще можно задать связь с зарплатой, как у вас происходит, ну, если удастся, то есть, для того, чтобы понять мотивацию. Ну, смотрите, на первый вопрос сразу отвечу, да, кто инициирует и как происходит. Происходит все очень просто. То есть, в тот момент, ну, если, допустим, коллега сам готов, да, он чувствует, он выбрал для себя какой-то путь развития, он готов, он там прошел соцчеги, прошел там деньги, сделал какие-то там проектики, он готов, ну, он считает, что он готов на следующий уровень квалификацию, он создает запрос. Создает запрос, и там, собственно, есть комитет, который этот запрос обрабатывает. Обрабатывает он следующим образом. То есть, он смотрит, какие были гриды от проектов последние, какие отзывы были из проектов последние. То есть, если гриды и отзывы, как бы, ну, показывают о том, что человек, ну, выполняет работу выше своей квалификации, то, ну, у каждого проекта есть, опять же, ну, как вот в маленьких компаниях есть люди, которые могут проводить интервью, так в каждом проекте есть человек, который тоже может провести интервью. То есть, и, собственно, этот проект проводит такой чек-лист и говорит, да, действительно, человек этот уже работает на уровне, там, ну, сеньора, к примеру, там, да, был до этого медлом. Давайте мы пересмотрим квалификацию. Второй момент – это проект проактивно смотрит. Прошло, там, не знаю, там, полгода, там, после работы человека в проекте или год, видит, что человек подноторел, там, обучился, и он сам инициирует, говорит, что давайте мы пересмотрим человеку квалификацию. И РМНГ может тоже поднять это, он видит, допустим, три последних грейда выше текущей квалификации. Они говорят, что смотрите, человека, ну, три оценки уже выше текущей квалификации, наверное, он подрос, давайте пересмотрим. И тогда вместе все тоже смотрят, как бы, ну, действительно, произошли ли какие-то качественные количественные изменения, и пора ли пересмотреть эту квалификацию. По поводу денег, ну, у нас, опять же, по пересмотру компенсации тоже есть отдельное ревью, там есть отдельный комитет, и каждый человек сам может тоже, если он считает по какой-то причине, что вот у него уже его уровень компенсации не является рыночным, он этот запрос может поднять. Это может проект поднять в том числе, как бы, кто угодно тоже может поднять этот запрос. И комитет уже, принимая во внимание разные вещи, в том числе, квалификацию, отзывы, там, прогресс человека, и т.д. и т.п., как бы, да, принимает решение, действительно ли его запрос, он обоснован. То есть человек, как правило, когда подает этот запрос, он говорит, типа, ребята, мне кажется, что мне нужно, там, плюс 500 зарплате, например, да. И, собственно, вот с этим запросом и работает уже комитет. Он смотрит, действительно ли обоснованно. Может дать, может он плюс 700 стоит, да, а может плюс 200. То есть, ну, вот они смотрят, как бы, в конце концов уже вот принимают решение. Спасибо за доклад. Видно, что вы очень продуманно подошли к сервису развития. У меня такой вопрос. Предусмотрена ли в компании вся вот эта система только для сотрудников компании? Или, допустим, для, например, на интервью вы видите, что человек может повысить свою квалификацию в том или в том. То есть, есть какие-то грейды, но он может повысить свою квалификацию в каком-то из направлений. Предусмотрена ли вот эта вот возможность для людей с рынка? То есть, обязательно ли быть сотрудником компании, чтобы развиваться профессионально вот на ваших порталах и внутри? Либо вы принимаете людей с рынка? Спасибо. Я понял. Спасибо большое. Понял вопрос. Смотрите, когда к нам приходит внешний кандидат на интервью, ну, и у нас есть какие-то, у нас опять же, мы людей берем в компанию. Мы их часто берем не в проект, а в компанию. То есть, а как мы берем в компанию? То есть, мы часто берем человека, ну, у нас есть такое понятие, как бенч. То есть, мы взяли человека на бенч, исходя из того, что у него есть необходимые квалификации для того, чтобы мы ему нашли проект. То есть, мы понимаем, что с его квалификацией он проект этот сможет там, ну, найти. И тут бывают два разных варианта. То есть, первый вариант – это человек, к примеру, мы смотрим, немножечко, чуть-чуть не дотягивает какой-то квалификации. Мы можем дать ему какой-то кредит. Мы говорим, что смотри, вот здесь у тебя хорошо, вот здесь у тебя хорошо, здесь у тебя хорошо, здесь ты не дотягиваешь. Мы тебе берем на бенч, с учетом того, что ты, допустим, через три месяца это подтянешь, или за три месяца подтянешь. И вы приходите и пользуетесь всей инфраструктурой в полном объеме. Второй момент, как бы вы смотрите, что кредитов очень много получается. То есть, вы понимаете, что вот это хорошо, вот это хорошо, и очень много, ну, там, или не очень много, ну, достаточно, как бы, вещей, которые нужно подтягивать. Тогда рекомендации тоже даются, говорят, что, смотрите, нужно там, ну, например, английский подтянуть, например, да, Там фреймворк какой-нибудь, там Spring подтянуть, например, да, или еще что-нибудь. И дальше, после того, как вот это будет подтянуто, приходите в следующий раз там на интервью, там, когда будете готовы. И мы с вами еще раз проведем эту итерацию, и тогда будем уже работать вместе. Пожалуйста. Еще вопросы? Да-да-да. Мы человек обучаем очень долго, кто хочет, кто не хочет, у кого как получается. Но бывают такие проблемы, как эмоциональное перегорание на какой-то промежуток. Бывает совсем человек переучился, в результате, вместо хороших результатов, немножко пошел в другую сторону. Как у вас с этим обстоит? То есть как вы помогаете людям держаться так, чтобы они были в нормальном положении, и они перегорали в процессе получения большого количества информации, больших переработок и так далее. Хороший вопрос. Спасибо. Я вспомнил по этому поводу анекдот интересный. Когда встречается русский-американец и общается на предмет того, как кто сбрасывает стресс. Ну и американец рассказывает, я люблю с каньона прыгнуть, на байдар как спуститься. А русский говорит, ну а ты как сбрасываешь стресс? Ну как ты расслабляешься? Ну я не напрягаюсь. Мы стараемся не напрягать людей так, чтобы им нужно расслабить стресс. На самом деле самый простой способ борьбы с выгоранием – это не пережигать. Потому что если вы уже пережгли, то там уже не просто как-то восстановить. То есть тут на самом деле у нас даже еще больше проблема. Мы стараемся не то, чтобы как бы не пережигать людей, а мы стараемся удерживать людей, чтобы они сами себя не пережгли. Потому что часто ребята еще молодые, энергии много, силы много, им кажется, сейчас я вот прям все. И может даже год в таком темпе он прям все. Бывают такие ребята, а через год уже ничего. Поэтому тут сдерживать сложно. Не то, чтобы не дать его переговорить. То есть мы на сдерживание еще работаем. Ну и опять же, прямо если вот прям выгорели-выгорели, ну что тут можно дать? У нас, я же говорил, есть бенч. Ну люди сядут, посидят на бенче, пообучаются, сменят роль какую-то, сменят какую-то активность с одну на другую. Такое тоже бывает. Опять же, для тех коллег, сотрудников, которые у нас давно работают, у нас есть такой, ну для партнеров, да, уже тех, кто партнерами стал, есть такое понятие, как самый sabbatical leave. То есть можно пойти на три месяца в отпуск, например, если уже совсем плохо. Вот, да, спасибо. Продолжение следует...